МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как говорится в известной пословице, провожают по уму, встречают все же именно по одежке. То, как выглядит район сегодня города, насколько он комфортный для проживания его жителей, говорит о многом. Именно поэтому вопросы и проблемы городского благоустройства являются определяющими в ведении городского хозяйства и всегда широко обсуждаются общественностью. Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома. Как живет и развивается Октябрьский район». Сегодня в нашей программе мы поднимем темы, которые волнуют многих жителей именно этого района и являются актуальными на сегодняшний день. Я представляю гостей в студии Александр Викторович Кузнецов, глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, и Екатерина Владимировна-Мех, председатель товарищества собственников недвижимости «Радужный люкс» улицы Солнечная, дом 16. Здравствуйте, уважаемые гости! Добрый день! Ну что же, давайте мы с вами поговорим. Ну, известно, конечно, что Октябрьский район является центром Самары. Здесь живут десятки тысяч людей. Столько же приезжают сюда каждый день по работе, учебе, гулять, отдыхать. Расскажите, пожалуйста, а вот есть ли какая-то определенная специфика Октябрьского района, которая все-таки отличает его от многих других? Ну, конечно. Во-первых, он расположен в центральной части города, соответственно, у нас ежедневная миграция внутри самого города очень большая и направлена преимущественно в сторону нашего района. Поэтому многие находят здесь какие-то места и для рекреации, и для учебы, и для работы. Плюс к тому большая часть высших учебных заведений также расположены на территории нашего района. Соответственно, район молодой, студенческий. Это самая креативная часть нашего населения с самыми амбициозными запросами. Мы стараемся этому соответствовать. Екатерина, вопрос к вам. Как вам удалось создать ТСН в новом большом доме? Ну, ведь по традиции, когда передаются от застройщика своим управляющим компаниям, давайте все-таки расшифруем. Мы привыкли слышать. Управляющая компания ТСЖ, а это ТСН. Расскажите, пожалуйста. Товарищество собственников недвижимости мы создали, правовой формы управления. Но, как гласит пословица, один в поле не воин. И, безусловно, без активных жителей. Собственного дома. Преимущество это было молодые люди. Мы смогли аргументированно доказать, что это нам требуется. И мы принимали дом после трех управляющих компаний. И это было сложнее, так как у нас не хватало документации и прочего. Жители нам поверили. И тем самым мы создали ТСН. Когда вы его создали? Сколько лет вы уже живете в этой форме управления? Ну и как вам вообще? Конечно, мы сейчас будем разговаривать, как вы живете, строите общение с жителями. Но, тем не менее, стоит ли, может быть, подвести какой-то уже промежуточный итог работы? В 2016 году мы его создали. Прежде чем его создать, конечно же, я готовилась. Полгода мы изучали техническую документацию, чертежи. Мы не могли взять большой дом, в котором практически 400 квартир. И не понимая, что мы берем. Со собственными котельными в зимний период мы должны были давать тепло, отопление. И не забывать о том, что мы берем ответственность за домохозяйство. Все привыкли, что ЖКХ – это всегда что-то очень страшное, плохое. И доказать, что можно за те деньги, которые мы собираем, и тот тариф, который мы предложили, жить лучше. Идея Х была. То есть непосредственно даже стать председателем – это не была главная идея. А именно доказать жителям, что за их деньги можно жить достойно и даже намного лучше. Хорошо. Александр Викторович, адаптируется ли среда сейчас под нужды людей? И, конечно, вопрос, как она меняется? Безусловно, такая задача стоит. Дело в том, что некоторые кварталы изначально создавались под совершенно иные нужды. У нас та застройка, которая формировалась в 70-е, 80-е годы, сейчас не отвечает текущим требованиям по количеству машин и мест, которые требуются людям. На территории некоторых ранее не застроенных участков земли начинают возводиться многоэтажные дома, и людям нужно где-то проводить время отдыха, где-то гулять, куда-то ходить в школы. Соответственно, это требует дополнительных мер от власти по созданию всей этой инфраструктуры. Ну, наш район, он, наверное, один из самых бурно развивающихся в Самаре в этой части. К примеру, в текущем году у нас рядом с вновь появляющейся Третьяковской галереей в сквере борцов революции был создан Сад Баланса, замечательное место, которое пока запущено было только осенью. Соответственно, я думаю, что основная часть наших жителей распробует его в следующем году. Плюс к тому, та же самая Третьяковская галерея, которая будет создаваться, которая уже создана открыто, которая должна в следующем году уже заработать в полную силу, будут экспонироваться произведения искусства, которые прибудут из основной Третьяковки. Это будет очень большая точка притяжения для наших жителей, для туристов. Есть перспективы в дальнейшем у власти, есть задумка продолжить набережную. И у нас достаточно большой потенциал для развития. Ну, Третьяковская галерея, филиал в нашем городе вообще считает такой достаточно мощный культурный прорыв для нашего города? Я вам больше скажу, это мощный прорыв вообще для любого города, потому что пока у Третьяковки нету никакого иного филиала, кроме того, который открылся у нас. В Самаре. Екатерина, в чем, на ваш взгляд, преимущество товарищества собственников недвижимости, ТСН? Быстрая реакция на любые проблемы. Пример сразу прошу вас привести. Ну, я так как председатель, они проживают в данных домах, они видят воочию каждый день этот дом, что происходит в нем. Если произошел какой-то прорыв или что-то сломалось, ты сразу отправляешь туда, и тебя постоянно останавливают возле подъезда, и тебе говорят, что случилось, что произошло. Я на связи 24 на 7. В любое время я никогда не говорю, что у меня сегодня выходной или отпуск. Я всегда прям точно разбираю проблему. Если это пожилой человек, я более разжеванно, подробно могу объяснить. Понимаю, что не все понимают уже КХ, и кто-то специалист в другой сфере, кто-то в другой. Нужно спокойно объяснять. Да, это приходится объяснять и 400 раз. Ну, а что делать, работа такая, да? Да, что сделать, работа такая. Ну, сейчас очень актуально создавать группы дома в социальных сетях и общаться с жителями через них. Вот скажите, пожалуйста, ведете ли вы такую форму общения, а может быть нет? Вот, наверное, я пошла своим путем. В моем доме нет чата. Это единственный дом, в котором нет чата. Мы предлагали много раз. У нас осталась старая-старая группа в группе социальной сети «Контакт» при застройке здания. Там не так много людей. Мы предлагали много раз создать, и сами жители сказали, что мы не хотим ругаться в этих чатах, диванных разговорах и прочее. Мы вам доверяем. И всю информацию мы размещаем. У нас 8 лифтовых кабин, в которых мы размещаем информацию. Каждый, кто поднимается в высокоэтажный дом, он прочитает это быстрее, нежели он будет все время тратить свое личное время на ненужные разговоры. Александр Викторович, меняются ли общественные пространства в Октябрьском районе? И скажите, пожалуйста, создаются ли новые? Да, конечно, создаются. Это и садбаланс, о котором я говорил. У нас за последние годы был запущен сквер Фадеева. Есть также планы по реконструкции загородного парка, самого большого парка на территории Самары. Плюс к тому у нас готовятся к освоению новые территории, которые также будут включать зону рекреации. А какое ваше любимое место в Октябрьском районе? Мне больше всего нравится четвертая очередь набережной, Софийская, как она называется, в части Софийского собора, который на ней расположен. Часто гуляете там? Ну, по возможности. Или больше все-таки по работе приходится петь? Я там чаще не гуляю, а в силу каких-то профессиональных обязанностей там бываю. Но, тем не менее, когда есть свободное время, мне очень нравится, там очень хорошая панорама на Волгу открывается. Можно с книжкой посидеть, можно походить, погулять. Тем более, что протяженность очень большая, и можно дойти до пивозавода, например, в соседний Ленинский район. И одновременно пообщаться с жителями района, да, и узнать нужды и чаяния, наверняка. Ну, у нас, как правило, общение происходит заочно в соцсетях. Я, безусловно, часто хожу и по дворам, и на каких-то общественных пространствах тоже с людьми общаемся, обсуждаем существующие проблемы. Но, как правило, когда есть что-то острое, срочное, многие просто номер мой знают, обращаются в мессенджерах. Те, кто не знают, могут это сделать и в ВКонтакте, и в Инстаграме, и там, где удобно. Спасибо. Придомовая территория – одна из самых важных пространств при покупке жилья, ведь двор – это первое, что мы видим, выходя на улицу. Грамотно спроектированная территория – это безопасность, функциональность, досуг и эстетика. Другими словами, внутренний двор – потенциально очень сильная коммуникационная площадка, поэтому от того, как он устроен и мотивирует ли он людей выходить из квартиры, зависит очень многое. Далее о благоустройстве придомовой территории Октябрьского района в нашем следующем сюжете. Дом 112 по улице Мичурина перешел в управляющую компанию «21 век» полгода назад. Председатель Совета МКД Вера Ткачева рассказывает, что за эти шесть месяцев работ по дому было выполнено много, и самое главное – провели их качественно. Мусоропровод в четвертом подъезде заварили. Наконец-то у нас там была проблема, все не могли никак мы его заварить. Вот в этом году нам удалось с помощью управляющей компании. Мы в этом году начали ремонт кровли. Кровли у нас в пятиподъездной – это полторы тысячи квадратных метров. Представляете, мы в этом году сделали примыкание – 400 квадратных метров. Мы поменяли два стояка, представляете, ХВС-ГВС-канализацию в третьем подъезде от чердака до подвала. Это очень большой труд управляющей компании и вот Совета дома. В зимний период в 112-м доме по Мичурина продолжат обновление, но уже в рамках текущего ремонта. По просьбе жителей около 4-5-го подъезда, так как ступеньки у них скользкие, сделали деревянные настилы в зимний период, чтобы было удобно подниматься, опускаться по ступенькам, чтобы было не скользко. Все коммунальные вопросы жители решают совместно с районной администрацией. Обсуждают планы будущего благоустройства и всегда находят компромисс. О совместном сотрудничестве рассказывают на конкретных примерах. Не так давно на месте этой контейнерной площадки была огромная свалка мусора. Благодаря своевременному обращению к главе района проблему удалось решить в кратчайшие сроки. Сейчас люди ходят и улыбаются. И мы еще вдобавок к контейнерной площадке, к новой, разверли цветник. Посадили цветы в декоративные кустарники. Спасибо хочу сказать нашему депутату, купцову Денису Игоревичу. Он нам привез чернозем. Какая у нас территория. За контейнерной площадкой посадили махровую белую сирень. Через 2-3 года она будет вообще красивая, красавица цвести. То есть у нас будет не площадка контейнерная, а оазис красоты. Узнав о программе «Твой конструктор двора», жители также решили принять в ней участие. Часть работ уже проведена и придомовая территория выглядит уютной и ухоженной. Для тех, кто присоединился к нам только сейчас, напоминаю, что у нас в гостях Александр Викторович Кузнецов, глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самар, и Екатерина, мехпредседатель ТСН «Радужный люкс». Ну что же, я хочу спросить вас, Екатерина, как ведется работа с жителями дома? Вот какие проблемы, а все-таки вы решаете и помогает ли администрация? Я прошу вас привести примеры. Основная проблема за последний период – это, наверное, пандемия и локдаун, который привел наших жителей в какое-то финансовое положение не совсем простое. И, естественно, в прошлые два года дом подвис финансово. Не все смогли выплачивать по коммунальным платежам, но мы реструктуризировали долги, и мы точно обращались, мы непосредственно звонили. Мы могли написать письма, что мы вам отключаем электроэнергию, подаем в суд, поступить как-то недопропорядочным, не понимая, что случилось в данной семье. Семьи попадали в разные ситуации за эти полтора года, но ко всем был индивидуальный подход. Кому-то мы давали полгода выходить из данной ситуации. В ТСН были накоплены денежные средства заранее, был резервный фонд, который позволил не топить дальше наших граждан, а встать на ноги, найти либо новую работу. И таким образом в августе мы достигли уже той точки, которая нам дает полностью ровная плата. То есть если семья попала в ту или иную трудную жизненную ситуацию, вы, разумеется, в курсе. Вы ведете работу, общаетесь. Ну и, конечно, наверное, вот такое порядочное отношение к жителям и дает свой результат. Вы доверяете людям, люди доверяют вам. Как правило, это так. Да, за практически пять лет работы мы ни разу не отключили электроэнергию, не подавали в суд. Мы выходим сами своим положением. И это больше располагает человека, что мы подходим дружелюбно друг к другу. Александр Викторович, модернизируется ли старая и создается ли новая инфраструктура в вашем районе? Да, безусловно. В первую очередь это касается транспорта, потому что если жители наши обратили внимание, но на это сложно не обратить внимание, идет реконструкция Новосадовой. На Новосадовой советской армии будет построена двухуровневая развязка. В перспективе также строительства дороги, соединяющей Московское шоссе и Новосадовую по 22-му партсъезду. Также в планах соединить Московское шоссе с Новосадовой в районе Авроры. Ну и плюс к тому, все знают о том, что у нас планируется продолжить строительство метро на территории нашего города, что также даст большой импульс для перемещения граждан, для удобства перемещения. И мы тоже будем включены в этот процесс, поскольку сейчас конечная станция Алабинская находится у нас в районе Осипенко-Первомайской. И также будет продолжено это строительство в сторону центра города. Я не спросила вас о последних новостях. Хочу вас помнить этот пробел. Какие последние новости в Октябрьском районе? Вы знаете, у нас масса новостей. Мы каждую неделю готовим такой небольшой дайджест того, что произошло, выкладываем его в социальных сетях. Район очень разный, очень динамичный. И у нас множество событий происходит. Если говорить о чем-то таком масштабном, что всех затрагивает, это в том числе модернизация инфраструктуры, касающиеся отопления, огромное количество перекладок было в этом году. Вся эта работа проводится для того, чтобы избежать аварий, отключений, для того, чтобы люди в зиму остались с теплом. Работа была проведена колоссальная. Руководит у нас этим процессом администрация города. И тот задел, который был проведен и в прошлом году, и в этом позволит избежать массу проблем в будущем. Да и позволит, наверное, и позволила в этом году стартовать безаварийно, наверное, да, в том числе. И отопительному сезону сейчас можно ли говорить о том, что тепло поступает в полном объеме во все дома Октябрьского района? Конечно, у нас все дома с теплом. Периодически происходят какие-то аварии, происходит отключение. Как правило, они очень локальные и, естественно, оперативно устраняются. Екатерина, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вы узнаете мнение жителей по тем или иным изменениям, которые они хотят внести в жизнь своего дома? Вы сказали, что в вашем доме около 400 квартир. Но неужели вы обходите всех? Нет, конечно, мы не обходим всех. Они могут написать мне личное сообщение, позвонить. А также каждый год имеется годовое собрание, на котором мы собираемся. Либо уже есть доверительные отношения, где правление решает какие-то вопросы, их мнения. Например, когда мы создавали с помощью администрации непосредственно участие, вот Александр Викторович принимал, это семейная аллея на территории, которая не принадлежала нашему дому. Мы спрашивали за решение. Александр Викторович очень хорошо отреагировал и помог и техникой, и черноземам. Потому что одному ТСЖ не потянуть было бы такое количество КАМАЗов, которые мы вывозили, строительного мусора. И была хорошая идея. Если у вас родился ребенок, либо у вас создалась новая семья, вы покупаете дерево. Ну мы с этим, конечно же, помогали. И мы высадили 18 либ. Мы за ними ухаживаем. То есть если мы берем на себя ответственность и какую-то территорию, если нам администрация дает добро, мы должны понимать, что мы должны ее взять на баланс, мы должны за ней дальше ухаживать, предоставить дворника и так далее. Конечно, это у нас определенные обязательства. Естественно, да, мы берем на себя обязательства. И просящему дают. И если вы с хорошим посылом говорите, что свой план действует, конечно, администрация в этом помогает. Александр Викторович, вы помните эту историю, как к вам обратились и как вы отреагировали и помогли жить? Именно такая позиция транслируется и на ней настаивает у нас губернатор. Соработничество, оно делает более ценным и более нужным то, что мы делаем. Если у людей есть потребность, всегда ищутся те пути, которые позволяют достичь того, что они хотят. Соответственно, есть проект, который был инициирован Дмитрием Игоревичем на так называемое содействие, в рамках которого с использованием, с привлечением определенных средств, в том числе и жителей, небольшой части, небольшую сумму, реализуется ряд проектов. Также у нас есть проект «Конструктор двора», который подразумевает участие администрации в создании каких-то объектов на территории дворов. И в целом мы всегда стараемся найти какие-то механизмы взаимодействия с инициативными, с активными людьми, потому что забота о том месте, где ты живешь, она гораздо важнее, чем то, что мы можем сделать сами. Потому что люди лучше знают, что они хотят, как они хотят. Когда они принимают в этом участие, безусловно, они будут заботиться о плодах своего труда. Дом – это важная часть жизни любого человека, и всегда хочется, чтобы он был комфортным, и проживание в нем приносило лишь радость. Многоквартирный дом – это сложный механизм, у каждого жильца свои пожелания. Вот найти компромисс и обеспечить комфорт для всех помогает ТСН. Сюжет – ТСН «Радужный люкс», улица Солнечная, дом 16. Продолжит нашу программу. Многоквартирный 27-этажный жилой дом по улице Солнечная, 16, находится в управлении товарищества собственников недвижимости с октября 2018 года. Инициатором создания именно такой формы управления стала жительница МКД Екатерина Мех. Обустраивать новый дом Екатерине помогали активные жители. Вместе высаживали газоны и приводили территорию в порядок. За 4,5 года было сделано огромное количество вещей. Например, в прошлом году мы смогли заменить 98 межпереходных балконных дверей стоимостью 2 миллиона 700 тысяч рублей, что позволило нам экономить собственными котельными более 15% тепла. И это существенно отразилось в квитанциях. По решению жильцов поменяли фановые трубы, провели комплекс работ, связанных с внутренними коммуникациями здания. Для безопасности жителей на фасаде дома установили 27 камер видеонаблюдения. В этом году мы сделали ландшафтный дизайн, его улучшили, применив на натуральные камни. Это золотолит, это пейзажную яшму натуральную. Вокруг дома у нас не просто фонари, а светодиодные фонари, что также мы, закупив их, получили на 50% больше света и при этом 50% экономия на электроэнергии, так как в месяц 7 фонарей всего лишь потребляют у нас полторы тысячи рублей. Для оформления зеленой зоны закупили ели, туи, можжевельник, гортензии. Екатерина отмечает, несмотря на финансовые затраты по благоустройству придомовой территории, деньги в фонде дома копятся и идут на необходимые ремонтные работы. В одном из подъездов дома жители предложили разместить собственную библиотеку и использовать буккроссинг, когда свои книги можно будет обменять на любые другие. Также в нашем подъезде проходят всякие конкурсы детских рисунков, где жители могут вешать творчество своих детей. Это стимулирует детей стараться, так как их работу будут видеть в каждом подъезде по 200 квартир. У нас растут живые цветы. И, наверное, уникальный момент, мы в этом году приобрели дополнительную технику для уборки в зимний период. У нас помимо снегоуборочной техники у нас появился подметальный аппарат для мокрого снега. Так что наш дворник не просто дворник, а оператор по машине. Безопасность, чистота и комфорт. Три главных составляющих для жителей этого многоквартирного дома. Работа по благоустройству продолжится. Совсем скоро новые идеи жильцов воплотятся в жизнь. Екатерина, я знаю, что для ваших коллег, председателя ТСН, очень большая проблема провести собрание членов товарищества. Скажите, пожалуйста, а вот как лично вы выходите из этого положения? Это правда, это самое сложное. Председатель может обещать все, что угодно. И если жители не будут помогать на самом начальном этапе, у вас ничего не получится. У вас будет как, в принципе, все при УК. В первую очередь должны собрать непосредственно инициативную группу, которая будет помогать этому председателю или выбранному человеку. Не во всех домах вы найдете председателя, который захочет работать. Вы можете нанять управляющего с соседнего дома, который будет вам помогать. Вы знаете, что у него хорошая репутация. Вы можете увидеть его дом, как он уже его содержит, и принять его к себе на работу. Это альтернатива. Это третий путь, помимо как ТСН. Вы можете быть ТСН, но вами будет руководить управляющий за заработную плату по договору. Если вам не понравится его работа, вы можете его поменять. Спустя год он будет у вас работать по контракту. Поймите, что если председатель в ТСН будет выполнять не только то, что ему написано под должностной инструкцией, то вы не увидите никакой разницы. Он должен быть инициативным. Он должен предлагать своим жителям что-то новое. Поднимать их совместно. Давайте вместе выйдем, уберем свою придомовую территорию от снега. Давайте вместе посадим эти елки. Давайте вместе проведем дворовой праздник. Мы должны быть вместе. От этого наш дом будет лучше. Это же наше жилье. Таким образом, председателям, которые только встают на этот путь, как собирать собрание? Для начала вам нужно либо посредством чатов, либо найти в каждой почтовой ящике вы можете донести информацию, человек ее вытащит и прочитает. И обход. Да. Это работа. Александр Викторович, вот вы вошли в Губернскую думу с инициативой наделить администрации внутригородских районов право правом демонтажа незаконно установленных объектов. Инициатива была одобрена. Расскажите, что было дальше. Я знаю, у вас пример есть именно в Октябрьском районе. Были внесены изменения в 74-й закон, разграничивающий полномочия города и районов. Соответственно, нам такое право было предоставлено. Мы разрешили сносить в административном порядке заградительные объекты, то есть это разного рода столбики, ворота, шлагбаумы и прочие незаконно установленные на муниципальной территории объекты. В настоящий момент мы эту работу активно ведем. Причем, как правило, стремимся не к тому, чтобы приехать и снести, а убедив людей, что альтернативы у них никакой нету и необходимо открыть проезды. Как правило, идут навстречу, открываются ворота, заборы, убираются самостоятельно эти объекты. Ну и плюс к тому нас наделили правом сносить ранее установленные объекты по треб рынка, которые когда-то устанавливались законно, но впоследствии договорные отношения с городом были расторгнуты, а объекты продолжают стоять. Мы тоже активно используем эти полномочия. И вот на прошлой неделе снесли двухэтажный магазин, находившийся в Постниковом овраге, который на протяжении нескольких лет не удавалось иначе демонтировать, потому что было и решение суда о том, что необходимо его снести, однако собственник отказывался. Вот мы это сделали в принудительном порядке, и эту практику будем продолжать. Ну что же, завершая наш разговор, Екатерина, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот если кто-то из наших уважаемых телезрителей хочет пойти вот именно по вашему пути, что вы им посоветуете? Не бояться, найти человека, которому вы будете доверять. Любой человек может обратиться ко мне, я консультировала порядком 10 ТСН, которые успешно уже перешли в данную форму управления. И, конечно, быть активными. Без вас, жителям, это сделать невозможно. Александр Викторович, ну и какие планы по дальнейшему развитию Октябрьского района? У нас планов громадье. С объединенными усилиями разных уровней власти получается добиться хороших результатов. Это касается и строительства социальных объектов. У нас на территории района в прошлом году была построена одна школа. В этом году до 31 декабря должен быть окончен второй корпус этой же школы на пятой просеке, вот рядом с Екатериной. Как раз у нас есть планы по строительству еще двух школ на территории района. С учетом того, что он достаточно густо застроен, это каждый раз очень сложно, потому что это периодически получается только в уже существующей застройке. Соответственно, это тоже можно сделать только вместе с жителями, рука об руку. Точно так же у нас есть большие планы в целом у власти по улучшению транспортной инфраструктуры района. Ну и плюс к тому, конечно же, это зона рекреации, потому что комфортная городская среда, к которой мы стремимся и которая является одним из главных показателей нашей работы, является одним из национальных проектов, она обеспечивается в том числе и за счет доступности мест отдыха, потому что у нас сейчас жизнь такая динамичная, что взять и уехать на две недели куда-то отдыхать, в лес, на природу, в горы, не все могут. Необходимо создавать такую инфраструктуру, чтобы ты в свои свободные 40 минут мог выйти в парк, в сквер, посидеть, подумать о высоком. Власть только тогда эффективна, когда находится в постоянном диалоге с обществом. В каждом районе нашего города есть свои проблемы, требующие решений, и только прямой диалог между жителями и властью может сформировать доверие главе района и его команде, а также повысить качество жизни. Надеемся, что ответы, которые озвучили эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них мы будем в эфире программы. На этом все. Всего самого хорошего. До свидания.